Человек начинает. Видите, признак жесткой судьбы. Я ликом бледнею, я оком тускнею, чревом мурчу, означает, пищеварение нарушается, здоровье портится. Я горлом не имею, и жить не умею, и петь или работать не хочу. Это признаки того, что действует жесткая судьба. Она тебя ломает. Тяжелая судьба, все жалуются, говорят, мне плохо, Олег Геннадьевич. Но когда жесткая судьба приходит, люди уже не жалуются. У них стеклянные глаза, они смотрят и не знают, что делать. То ли жалуются, то ли пойти к палачу, пусть дернет скорее, а я заплачу. Нет выхода, человек чувствует, нет выхода. Жесткая судьба, нет выхода. Никогда не выплатить столько денег. Нет выхода. Но выход есть. Первое, что нужно сделать, это отстраниться от желания. Нужно начать на природу больше, стараться природу любить, добрых друзей и храм. Отстраниться. Судьба жестокая, она когда себе приковывает, ты сгораешь. Это ее тактика. Ее тактика – это чувство несправедливости, которым человек кипит. Дальше – это злоба, это обида, это депрессия, это желание с этим когда-то разобраться и очень сильно что-то с этим сделать. Понимаете, это все. И когда эти все вещи происходят, то человек попадает на удочку судьбы. Он начинает туда лезть, а там еще хуже. Потому что с судьбой как разобраться с жестокой? Еще раз повторяю. Вы можете разбираться, можете и не разбираться. Если вы не разбираетесь, то все нормально. Если на вас нападают, конечно, надо сражаться. Но это уже не жесткая судьба, это жестокая. Жесткая судьба – это ты как сам лезешь, понимаете? Тебя туда никто не сывал. Ты сам лезешь и копытами по башке получаешь. Вот, допустим, муж сидит в одной комнате, а ты в другой. Он тебя трогает? Нет. Ты сама, Паша, полезла. Чего получила? Копытом по башке. Все. Тебя никто не звал. Вам тяжело, у вас же жесткая судьба. Но молитесь Богу рядом, гуляйте, общайтесь поменьше. Желайте друг другу счастья. Помогайте друг другу, заботясь друг о друге. Чего не надо делать? Не надо прояснять отношения. Когда жесткая судьба делает, не надо пытаться с ней договариваться. Вот жесткая судьба действует, ты с ней не договоришься, потому что она жесткая. Вот, допустим, к тебе преступник подходит, ты как бы с ним договоришься? Нет. А что надо делать? Надо сделать так, чтобы он тебя не нашел. Пусть подойдет кому-нибудь другому, если ему так хочется кому-то подойти. Зачем обязательно тебе подставляться? Жесткая судьба – это когда тяжело жить, но у тебя есть выбор. Вот у тебя есть выбор. Ты можешь подальше держаться от нее, и у тебя будет нормальная жизнь. А она жесткая судьба, она же проходит. Любая судьба, вот в чем заключается ее недостаток, вот чем у судьбы, какая проблема есть. Она всегда кончается. Вот если ты, допустим, подальше от нее продержался, 4 месяца, а она больше 4 месяцев не может действовать. Все, поезд ушел. Живи дальше на светлой стороне. Понимаете? Поэтому вот так с судьбой надо разбираться. Иногда если тяжелая, ну ты справляешься – побеждай. Жесткая – побеждай, но будь подальше. Потому что ее тоже можно побеждать, но надо быть подальше. А есть еще непреодолимая судьба или жестокая. Вот здесь уже ты подальше быть не сможешь. Потому что она тебя схватит за одно место. Обязательно. Понимаете? И вот здесь вот очень важно, что ее тоже можно победить. Жестокую судьбу можно победить только тем, что ты не сдаешься. Человек может даже погибнуть смертью храбрым и родиться храбрецом в этом случае. Понимаете? Никогда не сдавайся. Это принцип номер один. Никогда не падай духом. Никогда не ломайся. Чтоб тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять. Поэтому, когда приходит жестокая судьба, означает измена, насилие, предательство, вероломство, клевета. Все это нормально. Почему? Потому что мы когда-то сами так делали и получили такой результат. В жизни ничего страшного. Здесь есть тоже способ, как можно жить. Сражайся. Враг напал на родину. Нет, этого не может быть. Ну как он может напасть? Конечно, он не напал. Нет, мой хороший, он уже напал. Поэтому вставай, страна огромная. Понятно, да? Жестокая судьба означает сражайся. И что такое сражение? Допустим, понятно, когда враг напал, сражаясь. Понятно, когда твою жену насилуют. Иди, пускай лучше ты погибнешь, чем допустишь это, что произошло. Иди, попытайся счастья. Даже если их 10 человек. Неважно, пускай я с тобой сделаю все, что угодно. Но зато ты победишь судьбу. Ты не останешься оплеванным. Ну то есть, вот когда жестокая судьба приходит, самое главное в этой ситуации не потерять себя. Даже если ты погибнешь, все равно ты победил. Но если человек потерял себя, значит все. Дальше он будет разломанным. Он не будет нормально жить. Вот допустим, иногда люди мне спрашивают, Олег Геннадьевич, почему что-то мне как-то так живется плохо. Ничего не получается в жизни. Я не верю, что у меня есть силы. Какое-то такое чувство, что у меня как будто я проклятый. Как вы думаете, откуда взялось такое чувство? Нагадайте с трех раз. А вы знаете, что Олег Геннадьевич тоже такой же он может сглазить? Вам уже рассказали, да? Мои хорошие, порча, сглаз, это все придурки вам это все нашептали. Запомните, это знание разрушит вашу жизнь. Поэтому все, что приходит в нашей жизни, это приходит от нас. Если вы видите, что человек вот такой неуверенный в себе, чувствует, что все плохо, ничего хорошего не будет, это значит, что он в таком состоянии ушел из жизни. И родился тоже в таком же состоянии. И цель его жизни избавиться от этого состояния. Поэтому не надо ни на кого сваливать, то, что с тобой вот так происходит. А надо просто сражаться теперь в этой хотя бы жизни. У тебя целая жизнь впереди. Там, может быть, мало времени было, ты не успел опомниться. Тебя повергла судьба. Хорошо, в этой жизни у тебя вся жизнь впереди. Сражайся. Уйди из жизни радостным и смелым. И тогда таким же ты и родишься в следующей жизни. А если ты с памятью о Боге уйдешь из жизни, то вообще не родишься, уйдешь в духовную реальность. Поэтому сражайся. Жестокая судьба побеждается только победой, только сражением. Если муж ушел, с кем сражаться? Сражаться с чувством неполноценности, с чувством несправедливости. Сражаться за свое желание жить, быть жизнерадостным, счастливым, независимо от человека, который тебя предал. Сражайся за свою возможность быть счастливым, самодостаточным. И тогда ты всегда будешь победителем. Жестокая судьба может коцать даже самых верных людей, и они могут на время оставлять тебя, потом опять возвращаются в отношения. Такое может быть. Итак. Первое правило в этой жизни – ничему не удивляйся. Вот мне, допустим, один очень возвышенный человек, я его спросил, как мне сделать так, чтобы мне всегда оставаться в своей вере, никогда не бросать ее. Он мне сказал, ничему не удивляйся. Чего бы ты ни увидел от верующих людей, чего они вытворяют, ничему не удивляйся. Потому что судьба может действовать через всех. Одна девушка подошла ко мне и говорит, у меня какие-то проблемы. Я раньше духовной практикой занималась, и у меня все было хорошо. А теперь у меня такие проблемы с верующими людьми. Я ее спрашиваю, говорю, а вы вообще с неверующими-то общаетесь? Она говорит, нет. Я говорю, а как вы думаете, судьба еще действует в вашей жизни или уже не действует? Она говорит, действует. Я говорю, так через кого тогда она будет действовать? Если кроме верующих людей ни вокруг никого нет, значит, они тебе будут делать глупости, погостить. Больше некому. Поэтому ничему не удивляйся. Это первый признак, первый принцип победы над судьбой. Или вот мой любимый девиз капитана Лома на корабле «Победа». Ну, в кавычках. Без двух букв. Да. Все хорошо, идем ко дну! Это девиз. Да, очень классный. Он всегда дает возможность человеку преодолевать трудности. Понятно? Если человек с таким девизом живет, то он никогда ко дну не уйдет. Потому что в этом мире есть только я и моя судьба. Или я и мой, и Бог. Больше никого нет. Бог действует или как сам, как личность, если мы ему служим. Или как судьба. Вот он действует как судьба, когда мы недостаточно служим. Или действует как личность, когда достаточно служим. Вот и все. Больше никого нет. Я и Бог. а все остальные люди — это представители судьбы или Бога. Когда человек представителем Бога является, он дарит только милость, которая состоит в виде знания и инструментов для победы над судьбой, энергии, которая побеждает судьбу. Как определить степень вероятности развития тех или иных сценариев судьбы? Это опыт. Вот как определить? А как ты действовал в тех или иных сценариях, так ты и определишь? Вот, допустим, если я уже 6 лет бегаю по 16 километров, я начал бежать, как определить, сколько я пробегу? Сценарий какой дальше будет? Если не будет никаких непредвиденных обстоятельств, например, не будет скользкой дороги, да? Сейчас лед везде. Поэтому я не буду бегать в Питере. Я хотел в Питере побегать в четверг, но я не буду, почему? Потому что там лед, там невозможно бегать. Я буду бегать в Чебоксаро, значит, в субботу. На коньках я не умею. Вот, поэтому есть непредвиденные какие-то обстоятельства. Или когда у меня тяжелый период начался, в июне месяце я бежал, и на 66 минутах у меня начал подниматься пульс. Ни с того ни сего. Я бегу, нормально. У меня всегда пульс 135, там 140 максимум. А тут 100, 150, 160, 170. Судьба так действует. По пульсу даже можно определить. Я уже знал, что у меня тяжелый период, но по пульсу. Я чувствую, что я уже опа, опа, опа и пошел. И все, я не добежал. Это первый раз за 6 лет. Я остановился и лег прямо. Пришел в себя, потом пошел в ручей. Там остыл. А на следующий раз я побежал и уже знал, что у меня пойдет пульс вверх. И он пошел, и потом оп, и вниз. И все нормально. А в следующий раз уже нормально. То есть этот блок я пробил аскезой. То есть неожиданно наступает. Почему люди умирают от инфаркта, инсульт? Или еще что-то? Почему в Казахстане так опа, и пошла жара? Что это произошло такое? Судьба. Жестокая судьба уже. Сменилась вся обстановка. На прежнюю власть оказано было жесткое непреодолимое влияние. Убрала, сила ушла из жизни. Или у нас, допустим, этот путь в 92-м году. Жили нормально люди все. Потом танки приехали к Белому дому. Какая-то жара пошла. Раз, и вся страна раскололась на множество частей. Без всякой войны. Тут воевали, воевали, сохранили целую страну. И потом раз, прожили в мире, сколько, 50 лет, да? И потом бац, она сама раскололась на кусочки. И они начали между собой враждовать. И так действует судьба. Как узнать степень вероятности развития тех или иных сценариев? Наблюдайте. Степень парадокса. Вот, допустим, вы поругались с мужем. Ну, просто поругались. Ну, скорее всего, ничего плохого не будет. А вот парадоксальная ситуация в чем заключается? Произошла какая-то ситуация, а он с вами не ругается. Как я вспомнил в Яролаш. Мальчик приходит домой и говорит, мама, я хочу помыть пол. Он говорит, сыночек, что с тобой? Мама, я хочу порезать овощи. Сыночек, что с тобой? Он там, я хочу выучить уроки. И потом раз, мама в оморок упала. И приходят эти одноклассники. Одноклассники, говорят, ну что? Рейд у них, как бы, добрых дел. Что? У тебя все нормально? Говорят, я же вам говорил, что из этого получится? Мама лежит в омороке. Парадоксальное поведение, да? Мама. Нет, я не об этом парадоксальном поведении. Если все нормально, то все нормально. Но, понимаете, вот, допустим, если собака гавкает на вас, это хорошо или плохо? Запомните, если собака хочет вас укусить, она не гавкает. Она поджимает уши и бежит к вам. Понятно? Она бежит, кусает сначала, а потом бегает. Вот точно так же, если вас бросать собрался близкий человек, он не будет гавкать. Он просто тихонечко так. Или спокойно скажет. Типа, я это, к обеду не жди твой песик. Понимаете, прогнозы именно от этого зависят. Если близкий человек ругается, значит, он бросать что-то не собирается. Когда человек собирается бросать, он не ругается уже. Он потихонечко собирает чемоданчики. Поэтому, или, допустим, война. Все орут. Война, война. Если все орут, война, война. Будет война? Нет. Когда война будет? Будут орать? Нет, никто не будет орать. Вот смотрите, допустим. Когда я вот, допустим, живу в станице Северская, а рядом там станица, в общем, километров 40 от нас. Забыл, как называется. Неважно. Важно то, что в один момент в результате сильного ливня прорвало три, как бы, в горах три заграждения. И огромный поток воды пошел в эту станицу. И вода достигла на дороге 8 метров в высоту. В результате полпоселка оказалось под водой за пять минут. И это не просто вода, а с грязью такой поток очень. Да, такой вот поток. И вот все, кто ехал по дороге, все погибли. Автобусы перевернулись там. Кто-то на столбах висел, не погиб. Вот. Трупов вывозили КАМАЗами. Согружали их просто вот так друг на друга и вывозили в соседние морги, потому что не было места. В новостях объявили, что было наводнение, несколько человек погибло. Там ведутся разгребательные работы. Когда произошла беда, тишина в студии. Никаких новостей. Это означает, что события какие опасные, серьезные. Если все там кричат, орут, то значит, что все более-менее нормально. Понимаете, когда 41-й год наступил, в стране все были счастливы, это было счастливое утро, радостное, и тут пошло. Неожиданно. Ну, то есть, какие прогнозы? Есть ли степень вероятности развития тех или иных событий? Когда человек тяжело болен, и он кричит, вопит, значит, будет жить. Если он успокоился, значит, все. Понятно? Поэтому вот эта парадоксальность состояния, изучайте эту тему. Если вы в глазах близкого человека видите спокойную холодность такую, значит, у него уже крыша пошла не туда ехать. Значит, надо с ним опасно, осторожно, не связывайтесь. Если он кричит, вопит, значит, еще все нормально. А если не кричит, не вопит, все можно решить спокойно, значит, вообще тогда хорошо. Ну, то есть, вы с ним общаетесь, решаете. Нормальная судьба, тяжелая. Если не можете решить общением, можно только аскезами, молитвой, это жесткая судьба. А если близкий человек ведет себя уже, он перестает тебе доверять, он ведет себя скрытно, начинает какие-то поступки совершать, которые, ну, раньше не совершал, неадекватные какие-то поступки, вещи он делает, то это означает, что пришла уже жестокая судьба. Степень вероятности развития событий также зависит от вас. Вот как вы реагируете на события. Если у вас сердце радость, спокойствие, значит, все будет хорошо. Даже жестокая судьба пришла, тебя бросили, а ты сохраняешь спокойствие, хоть тебе тяжело, значит, все закончится хорошо. Это благоприятный знак. Если ты чувствуешь беспокойство, напряжение и теряешь себя постепенно, значит, средняя степень тяжести. А если ты потерял себя, плачешь, умираешь, верни мне музыку, без музыки тоска, мы расстались, но осталась наша музыка. Значит, это на годы. Понимаете? То есть степень, какая вероятность развития событий зависит от твоего реагирования. Если ты вышел из равновесия, сильно потерял себя, не спишь, не ешь, трясешься, находишься в злобе, в панике, в раздражении, в напряжении, значит, исход будет печальный. На годы ты будешь годы восстанавливаться, приходить в себя. Это называется «сломался человек». Молодой человек говорит «я не сломаюсь». Это хорошо, но надо знать еще, что надо делать, чтобы не ломаться. Не надо лезть в бутылку. То есть, если, допустим, родители дерутся, а ты лезешь к ним, то ты сломаешься, потому что несправедливость будет усиливаться тогда. Ты не сможешь ничего с этим сделать. Это родители, это не твои дети. Или, допустим, начальник на работе. Он начальник, ты к нему лезешь разобраться. Если я начальник, то кто дурак? Ты дурак. Если ты начальник, то ты дурак. Я. Закон очень простой. Поэтому, если жестокая судьба действует через начальника, не лезь к нему. Он говорит, я тебя увольняю. Ну, ладно. Можете поговорить, попытаться. Но нет. Значит, увольняйтесь спокойно, потому что, если будете приставать, будет еще хуже. Он потом еще тебя догонит еще где-нибудь. Тебя уволил. Он же более сильный человек. Может, испортит тебе жизнь. Характеристику какую-нибудь напишет. Еще что-нибудь. Потом вообще не сможешь устроиться нигде на работу. Так, первое, мы смотрим на события. Если события тяжелые, и можно разговаривать и договариваться, значит, тяжелая судьба. Если договаривать и разговаривать невозможно, но, в принципе, все решается, если ты молишься, совершаешь аскезы, работаешь над собой, общаешься с друзьями, через успокоение в сердце все решается, значит, жесткая судьба. Но близко к ней подходить не надо. Песню вспомните, да? Со мной пес, как он жмется коленом, я его отодвигаю, он все равно жмется. Его никуда не денешь. Когда он жмется, тот я оком грустнею, ликом бледнею, голосом немею, то есть и жить не умею. То есть, когда жесткая судьба приходит, тот человек беспомощным становится. Он не может ничего сделать с этим. Она сильнее его. Вот это прогноз какой? Не лезь. И все будет хорошо. Подожди. Придет время, она отступит. Жесткая судьба приходит и уходит. Она отступает. А вот жестокая судьба, она не отступает. И ты не можешь к ней не лезть, потому что она тебя хватает за жабры и вышвыривает из твоей нормальной судьбы, из твоего нормального хода жизни. И здесь уже первое, что нужно сделать, постарайся себя не терять. Вот песня про жестокую судьбу, уже другая немножко песня. Но я не буду про войну вам включать. Вот. Ну, это тоже оттуда, из этой оперы. Но вот у меня другая песня пришла в голову. Если найду... Только Бог. Когда у человека пришла жестокая судьба в жизни, никто ему не поможет. Ни друг, ни товарищ, ни брат, ни сват. Никто не поможет. Только Бог. Поэтому эта судьба предназначена для того, чтобы определить, кто в доме хозяин. Когда человек живет на этой земле, он имеет друзей, какие-то желания, интересы. Но когда приходит жестокая судьба, она ему говорит, стоп, давай все в сторону, давай определимся, кто тебе здесь может помочь и ради кого ты здесь живешь. Вот в это время, если человек не обратится всем сердцем своим к Богу, он никогда не справится с этой судьбой. Он будет жить в стрессе, он будет мучиться, страдать, депрессит, может даже уйти из жизни, если он сильно сломлен. Но он никогда не сможет ее победить, потому что любовь – это основа жизни, а Бог – это и есть любовь. Любовь – это не женщина, не мужчина, не дети, как мы думаем, не птички, не собачки. Любовь – это Бог, потому что Он знает, как любить. Это, в общем-то, Его энергия, это Его супруга. Поэтому только взаимоотношения с Богом дают возможность реально победить жестокую судьбу, но плюс еще один момент, который надо очень хорошо знать. Не ломайся. Жестокая судьба заставляет человека сражаться. Она не заставляет человека пасовать, отступать, она заставляет сражаться. Сражайся. Сражение не всегда значит кого-то убивать. Сражаться означает сохранить себя. Сражаться означает отречься иногда. Сражаться означает молиться. Сражаться означает идти к Богу. Понимаете? Вот это означает. Допустим, тебя бросили, если ты бежишь, все время стонешь, верните мне мужа, я умираю, то это не сражение. Сражение означает верни себя себе самого. Сначала стань достойным. Если хочешь, чтобы тебе что-то вернулось, живи самодостаточной жизнью. будь достоин, радуйся, не сдавайся. И тогда придет время, что тебе положено, то и получишь. А если ты будешь сдаваться, то ничего не получишь вообще. Жестокая судьба человеку приходит с двумя целями. Первая цель – сломать его. Вторая цель – сделать непобедимым. Если человек поверил в Бога и стал самодостаточным, все, что от него отвалилось, он принял как судьбу, в этот момент он получает высшие награды уже. Он становится награжденным этот человек. Это не просто уже человек, это награжденный человек с наградами. Непростой человек. С каждой ночью все светлее, потому что ты же побеждаешь судьбу. Но когда заканчивается этот плохой период, все заканчивается, и человек опять живет обычной жизнью, как будто это какой-то кошмарный сон был. Он вспоминает все, ему кажется, что как во сне все это было. Жестокая судьба. Поэтому прогнозы зависят от того, что происходит. Это также и прогнозы зависят от того, как ты реагируешь. Вот эти две вещи надо соединить. Поэтому старайтесь внимательно относиться к тому, что происходит. Потому что когда приходит жестокая судьба, она приходит как неожиданно. Когда жесткая судьба, это прогнозируемое все. Тяжелая судьба, это обычное дело. Все так живут, все нормально. А хорошая судьба, спокойная судьба, это отдых, затишье перед буря. Как у вас у меня все хорошо. Все хорошо, спим дальше. Кукарико, Кукарико, царство лежа на боку. Когда человеку все хорошо расслабляет, Богу это не интересно. Вот человеку нравится так жить, он говорит, Господи, дай мне возможность спать всю жизнь, чтобы у меня все было хорошо, чтобы у меня были дети здоровые, работа хорошая, квартира большая, чтобы кошелек был толстый, а талия тонкая. Смотри, не перепутай. Вот. Непременно так человек мыслит. И Бог думает, а зачем вообще это надо? Я тебе дал человеческую форму жизни, вот допустим, когда у тебя было тело кошки, тогда нет проблем, живи себе в квартире, мяукай, тебя всегда кормят, работать не надо, мур-мур, мяу-мяу, ля-тру-ля, в животной форме жизни наслаждайся, балдей, сколько хочешь. Человеческая форма жизни дана для развития, причем тут Бог дай мне, чтобы у меня все было хорошо. Ну, даст на какое-то время? А потом дальше опять испытание, потому что цель человеческой жизни это развитие человека, должен развиваться. Для того, чтобы стать еще разумнее, возвышеннее, чище. Поэтому жизнь это учеба, мы здесь учимся. мы говорим сегодня влияние, влияние судьбы на личную жизнь. Как понять свои возможности влиять на ситуацию и улучшить прогноз? влиять на ситуацию всегда означает в первую очередь сохранить себя. Если ты чувствуешь, что у тебя внутри стало плохо, ты обижен, несчастен, замучен, депрессивен, ты чувствуешь несправедливость, хочешь всех покоцать, это значит, что ты не справляешься со своей судьбой и прогноз будет плохим. Поэтому принятие судьбы, нести свой крест, то, что Иисус Христос сделал, это основа понятия, что делать. И у нас есть инструменты всегда, мы знаем. Инструменты это длительное движение непрерывное, неподвижное положение тела с молитвой, длительное движение с лекцией, неподвижное положение тела с молитвой и пост на воде с чистой жизнью, когда ты думаешь о Боге, в храме там служишь, в это время поститься хорошо. Что это такое, что за инструменты такие? Это инструменты, которые давят на судьбу, есть поступки, которые давят на судьбу. Вот допустим, судьба тебя решает воли, нет сил жить, вставать не могу вовремя, ложиться спать, курить начал, пить начал, хочу изменить жене, воли, не хватает воли, то тогда какой инструмент длительное непрерывное движение воли укрепляет. Если ты чувствуешь, тебя все раздражает, ты не можешь уже реагировать, на все, что происходит, какой инструмент, не двигайся и молись в неподвижном положении тело. Если ты чувствуешь, что ты ничего понять не можешь, что происходит, разобраться не можешь, тогда пост на воде. Когда человек ничего не может понять, когда желание становится сильнее его жизни. Бывает напряжение становится сильнее, бывают желания, и когда желание становится сильнее, Тогда надо эти желания ограничивать. Есть два способа ограничивать желания. Один способ – это самоконтроль, это пост на воде. А второй способ – это кормить желания. Чем можно кормить желания? Любовью. Духовная практика кормит желания, а пост ограничивает. Как определить, что у тебя желания вырвались из-под контроля? Желания сравниваются с конями. Крайо означает пост. Коней напою означает в храм пошел. Попел, помолился, послушал духовную музыку, поел освященную пищу. Напои свои желания духовной энергией. Сразу они успокоятся. Напои свои желания духовной силой. А постою на краю означает не ешь. Попей водички. Потому что самое главное у человека желание – это желание кушать. Когда это желание контролировать, человек начинает, все остальные желания в хвост вступают под контроль. Язык – это основа всех желаний. Оттуда все желания растут от языка. Даже половое желание от языка растет. Когда человек много ест, у него появляется желание секса. Когда он начинает поститься, то даже половое желание успокаивается. Все желания успокаиваются. И мысли успокаиваются. Потому что мысли идут за желаниями. Когда что-то хочется, мысли начинают возбуждаться. Поэтому постою на краю. Бросать жену не буду пока. Желание сильное. Девушка красивая. Смотрит на меня. Больше такого шанса не будет в жизни. Это единственный шанс нормально начать жить. Но у меня трое детей. Жена. И я не пойду к этой девушке. Я буду поститься на воде. И пойду в храм. Вот это правильное решение. Молодец. Девушкам понравилась моя мысль, которую я выразил. Они даже зааплодировали. Ладно. Вот жесткая судьба. Три типа вот этих аскез спасают человека. Жестокая судьба, что спасает? Только сила духа. Сила духа, она соткана из благочестия человека. Вот когда человек много добрых дел сделал в жизни, эти добрые дела, они его держат на плаву. Добрые дела приковывают человека к правильным видам счастья. Вот добрые дела приковывают человека к тому, чтобы желать счастья людям, служить им, заботиться о них, молиться Богу, совершать аскезы. И когда человек вот к этому прикован, допустим, его бросают, жестоко с ним обращаются, а он как бы желает всем счастья, забывает про себя, служит другим.